Моё рукоположение произвело огромную сенсацию в Ташкенте. Ко мне приходили то студенты медицинского факультета, то профессора. Они не могли понять и оценить моего поступка. Для них была, безусловно, авторитетна только наука. Здравствуйте, Валентин Феликс. Я пытался объяснить им антинаучность материализма. Глупо признавать реальным только то, что мы видим глазами, и отвергать то, что не готовы принять разумом. Здравствуйте, Леонид Феликс. Поздравляю, то есть, я не знаю, что именно нужно говорить в таких случаях. У нас для плавных операций. И ещё одно экстренное мы привезли. Ну, с него и начнём, пожалуй. То есть... Вы... Не вижу особых причин не оперировать. Леонид Феликс. Кап 당г. Нет. Леонид Феликс. Кап г. Вы позволите? Конечно. Извините, отец Валентий. Ненадолго у нас эти проверки? Да кто его знает? Новая власть перепись имущества делает. Сами понимаете. Валентин Феликсович, ревизионная комиссия. Распорядились убрать. Григорий Александрович, пациент ваш, продолжайте операцию. Валентин Феликсович, постойте. Я прошу вас. Валентин Феликсович, а у вас же сейчас операция. Это место главного врача. Я освобожден от должности? Нет. Почему? Присаживайтесь. Пожалуйста. Только вы, доктор, войдите и в мое положение. Во время как по всей стране идет борьба с религиозным мракобесием, в поликлинике, точнее в операционной одной из центральных больниц, висит икона. Как вы думаете, это одобрит вышестоящее руководство? Я думаю, вышестоящим руководству главное, чтобы здесь лечили людей. И чтобы для этого были созданы нормальные условия. Для меня, как для человека верующего. Нормальные условия – это икона, которая висит на рабочем месте, то есть в операционной. То есть вы, доктор, не можете оперировать без иконы? Почему? Могу. Но в положительном исходе операции я буду не уверен. А хирургу без уверенности в операционной делать нечего. Зосим, разрешите откланяться. Стойте! Вы знаете, если бы не личное пожелание Виолетты Алексеевны оперироваться именно у вас, мы бы с вами, доктор, разговаривали абсолютно по-другому. Сидоркин! Звали? Принеси из автомобиля икону, которую взяли в операционной, и отдай доктору. Слушаюсь. Благодарю вас.